Убивали спящими в оккупированной Волновахе. Кадыровцы расстреляли семью, не пожалели даже двух детей, девочку младших классов и четырехлетнего мальчика. Как рассказали изданию «Астра» соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу 27 октября в доме на улице Донецкой. Там жили муж и жена Наталья и Андрей, а также их дети, ученица младших классов Настя и четырехлетний Никита. Расстреляли семью с детьми и еще пятерых человек, которые также находились в доме. При этом убийцы якобы поссорились с главой семьи из-за дома. Кадыровцы якобы хотели выселить семью из их дома, чтобы самим заселиться туда, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем телеграмме. Об этом дали. В интернете уже появилось много фото и видео с места жестокого преступления. Показать мы их не можем, исходя из чувствительности некоторых людей к таким кадрам. Судя по фото, убивали спящих людей 2-3 человека, которые имели специальную военную подготовку и современное оборудование. Стреляли из автоматического оружия с глушителями, написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что по характеру ранений, низкому количеству промахов и отсутствию света в доме, криминалисты делают вывод, что оружие стрелков было с тепловизорами. Стреляли внутри помещения, стремились напрямую устранить всех, кто мог быть в доме. Большинство попаданий были в головы. Родственники, допущенные к месту трагедии, сообщили, что ничего в доме не было разграблено. Всех девятерых жертв опознали. Канал Астра сообщает, что в целом зверски убили три семьи. Люди собрались в доме отметить день рождения 51-летней Татьяны Капканец. А в ночь с 27 на 28 октября неизвестные проникли в дом и расстреляли всех, кто там находился. Как нам сказала полиция, убили военные на мотоциклах. И все лежали в кроватях. То есть это сделали, когда они спали. Соседи говорят, семья ни с кем никогда не ссорилась, жили мирно. Словом, хорошие общительные люди. Вообще они люди неконфликтные. Я вот сколько знаю эту семью, 45 лет я ее знаю. Я тут живу уже 45 лет. Не раз я не чула, что они где-то с кем-то скандалом. Такими же приятными людьми были и родители убитой женщины Татьяны. Я Танину маму хорошо знала. И отца Танину знала. За 45 лет я тут псих знала. Не, они хорошие люди. Очень хорошие люди. Для города такое массовое убийство стало шоком. Поразило жителей и то, что правоохранительные органы сначала пытались скрыть преступление. Убийство совершил военнослужащий ВСРФ. С мужем Наташи он что-то не поделил. Сразу приехала верхушка, и они начали пытаться скрыть все. Соседям сказали молчать. Неизвестность еще больше пугает людей, и они задают вопросы в местных пабликах. Скажите, пожалуйста, известно ли почему и что конкретно произошло? Погибли мои родственники. Тоже интересна более подробная информация. Кто это сделал и что послужило причиной такого зверства? Любые детали громкого преступления сейчас важны. И в городе даже появились такие объявления, в которых просят сообщить, если кто-то что-то видел или слышал. Кто именно распространяет, неизвестно. Тем временем люди делятся ужасными подробностями убийства семьи Капканец. Все убиты в голову, на кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы военные. Никто не задержан. Всем теперь страшно. В целом же пытки и зверские убийства российскими военными на оккупированных территориях Украины происходят регулярно. Нет сомнений, что к этому причастны накрывавленные руки россиян. Так же, как были обнаружены следы российских пыток в Буча, Ерпене, Изюме и других украинских городах, где присутствовали освободители. Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия каждый день нарушает права украинцев на оккупированных территориях, в том числе совершая убийства. И, вероятно, преступления россиян прекратятся только тогда, когда армия РФ полностью покинет территорию Украины. А что об этом думаете вы? Пишите в комментариях. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы первыми узнавать все самые главные новости о войне.